Всем привет, друзья! Меня зовут Карим, вы на моем канале, поэтому подпишитесь на него, я буду очень рад. Также поставьте лайк этому видео и напишите свой топовый коммент. И да, по поводу комментариев. В прошлом видосе вы прям оставили ну кучу комментариев, поэтому грех вас не вставить ролик. Дерзайте! Скорее всего по названию или по превью видео вы скорее всего поняли, о чем будет этот видеоролик. С этого видео, дамы и господа, я запускаю новый формат на своем канале Все о Stand Off 2. В этом формате я буду вам рассказывать подробно все ныки в Stand Off 2, все прострелы и кое-что секретное именно от меня. Так что прописывайте хай около своего никнейма и вскоре я вас добавлю в друзья. Айдайте ближе к этому видео. И да, это видео должно понравиться прям всем пользователям Stand Off, потому что тут ну прям будут собраны все баги, все места, которые можно спрятаться и конечно же прострелы. Но если какой-то умный человек или пацан будет писать мне то, что фу, что-то снимаешь, мол, я все эти места знаю, то просто оцени тогда монтаж и досмотри это видео до конца, бро. И да, не будем забывать про порядок, поэтому давайте сначала разберем карту Sandstone или Sandars, я не знаю. Командный бой, в общем, разберем с вот этой песчаной карты. И там сначала разберем ныки, один видос, а следующий видос разберем уже прострелы. На этой карте, играя за террористов, можно сесть около этих коробок и нормально так прострелить сквозь эту стену, убив противника. Вот таким вот образом. Это я считаю как и ныком, так и прострелом, не судите строго. Рядом с мидом террористов находятся апартаменты, откуда можно подстрелить противников. И это должно получаться так хорошо, если противники не знают, что вы там находитесь. И у вас там получается видна только голова. Если идти по левой длине, тут сбоку есть коробки, откуда можно прыгать и подстрелить противников неожиданно. Около правой длины находится вот такая вот развилочка, куда можно прятаться в случае перезарядки. И противники по вам очень редко будут попадать. Можем выходить вот так и подстреливать противника. Рядом с респавном террористов находится вот такая вот щелчка, откуда можно контрить спавн террористов. Также рядом на длине находится вот такое сооружение, куда можно будет забраться и контрить две стороны. Это правая и прямо можно будет контрить. Справа длины находится вот такое сооружение, откуда можно будет контрить спавн спецназа. Если забраться вот на такую возвышенность, можно пристрелить дальний мид и, конечно же, те, кто находится внизу. Иногда даже можно пристрелить тех, кто находится слева. Играя за террористов, вы можете забраться вот на эту бочку с коробкой, подпрыгнуть и пристрелить спавн террористов. Ой, спецназов, извините. Подобное убийство вы видели в моих фрагмовиках. Сбоку от респавна террориста находится вот такой кармашек, куда можно зайти, слышать шаги и контрить все три стороны. Будь то это право, прямо или чуть дальше. Если идти по правой длине, можно зайти вот в этот кармашек, подпрыгивать и отстреливать респавны противников. Пара в двух шагах находится вот такое место, куда можно присесть и отстреливать свои позиции. Если идти по левой длине, тут есть вот такой небольшой контейнер, куда можно присесть и через щелчку контрить проход. Либо же можно прыгнуть на этот контейнер и уже в прыжке отстреливать противника. А еще одна ныка есть под спавном. Террорист, ой, спецназ, тут прямо убили три человека. Ну а следующее место находится около спавна террористов, ой, спецназов, извините, второй раз уже. Вот отсюда мы можем контрить балкончик террористов. Если идти по правой длине от респавна спецназовцев, можно присесть вот в это место и получается в положении сидя уже подстреливать противника. А вот с этого места легко удается контрить вход на балкончик со стороны спецназа. То есть спецназ контрит, понятно? А если забраться вот на эту бочку с коробкой, то удается легко чекать вот в это место. То есть присел, отстрелился и сохранил себе хитпоинты. Играя за спецназ, вы можете забраться на апартаменты террористов и беспаленно так присесть и отстреливать противника. Просто он этого ожидать уже не будет. И, к примеру, приведу вот такой вот пример. Да, логично. Противник просто не ожидает того, что мы его подстреливаем и все, мы его убиваем. В случае всяких шукеров, шукеров, шухеров придется убегать через балкон. И последняя ныка на этой карте, да и вообще в истории последняя на этой карте ныка. Прыгаем, ватафак, м-м-м-м-де. Короче, прыгаем вот сюда и вот на эту коробку. Вообще редко кто использует эту ныку, но так она действующая. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно делись с друзьями в любой социальной сети. Также пиши комментарии, ставь лайк этому видео и подписывайся на канал. Меня зовут Карим. Всем удачи и всем пока.